В следующие годы у нас тоже есть документы. Документов у жителей дома по улице Измайловская действительно немало. Однако этого оказалось недостаточно. Представители Сочи Водоканала и администрации Хостинского района уверяют, причины отключить центральное водоснабжение есть. Строение, которое возвели как индивидуальный частный дом, по факту 36-ти квартирный жилой дом. Они обратились в водоканал и им выданы были технические предписания на увеличение объема водопотребления 18 кубических метров в сутки. Они эти предписания не выполнили. Второй вопрос – это водоотведение. У них находятся локальные частные сооружения. Мы их сейчас посмотрели. Есть подозрение, что они не работают, используются просто как выгребная яма. 958 объектов с нарушениями объемов потребления воды и канализования выявлено в Хостинском районе. Среди самых проблемных, кроме Измайловской, улица Тепличная, Бавяна, Верхний Юрт – это тоже зоны плотной частичной застройки. В ходе мониторинга постоянно работа ведется на каждодневной основе, включая выходные дни. Выявляются нарушения, которые, как сегодня показал совместный выезд, у нас происходят очень часто из-за халатного отношения собственников жилья к нашей экологии и природе. Цена вопроса – чистые реки и море. По данным Хостинской администрации, 40% из проблемных частных домов уже исправили ситуацию. Кто подключился к центральной канализации, кто установил более мощные локальные очистные сооружения. Жителям дома номер 6 по улице Измайловской только предстоит это сделать, а воду им пока отключили до исправления найденных нарушений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова